В другой скандальной истории с возвращением в нашу страну Михаила Саакашвили появился уже высокопоставленный американский комментатор. Курт Волкер, спецпредставитель США по вопросам Украины, послал всех в суд. Заявил, что бывший грузинский президент имеет право на публичное судебное разбирательство о лишении его украинского гражданства. Ну а пока Саакашвилиада, которая началась с прорыва границы, продолжается. Хронологию самых скандальных событий недели смотрите в нашей короткой справке. Эта история будоражит умы политиков уже неделю. Эпичный прорыв Михаила Саакашвили через украинскую границу. Готовиться к встрече бывшего одесского губернатора на пункте пропуска Краковец начали за сутки. К рубежу подтянулись представители батальонов Донбасс, Унсо и Айдар. А еще группа неизвестных, которых назвали тетушками. Полиция и пограничники усилили охрану. Результат – стычки около сотни задержанных. Но вот в час Че, в воскресенье, Михаил Саакашвили в Краковец так и не прибыл. А вместе с женой, сыном и соратниками депутатами поехал в Перемышль, чтобы добраться до Украины по железной дороге на Интерсити. Впрочем, и на поезде ему в Украину попасть было не суждено. Тогда бывший грузинский президент и украинский чиновник с группой поддержки пересел в автобус. Проехали польский пропускной пункт Медыка и остановились в украинском КПП Шегини, который в тот момент не работал, якобы заминировали. Но сторонников Саакашвили и это не остановило. Они с дракой прорвали строй пограничников. Итог 16 пострадавших правоохранителей, ну а Саакашвили в Украине. Уже в понедельник он собрал журналистов во Львове. Первые лица страны осудили прорыв. А в госпогранслужбе составили протокол о незаконном пересечении границы. Силовики пообещали ответственность для всех участников Саакашвилиады. Только допрошенных уже более сотни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова